Народная тропа к спорткомплексу сользавода зарастет еще не скоро. По соседству с тренажерными залами здесь разместился избирательный участок, где полным ходом идет досрочное голосование. Прийти заранее избирателей, как правило, побуждает одна и та же причина. Я работаю 23 числа, воскресенье, и поэтому проголосовала досрочно. Досрочно голосуют в основном работники сользавода, те, кто в выходные занят на производстве. По нашим наблюдениям, на досрочном голосовании приходит не меньше, чем 25-23%. А то и до 30%. Президентские, конечно, это показательные, всегда очень много людей приходит. Но есть избиратели, которые считают, что выборы – это праздники, это их право, и они приходят голосовать именно в день 23-го определенный, то есть в день выборов. Досрочное голосование проходит в соответствии с нормами законодательства. За этим следят независимые наблюдатели, которые старательно подсчитывают количество избирателей. На этом участке я впервые. Ну, в общем, участке мне нравится здесь наблюдать. Знаете, очень доброжелательная избирательная комиссия, председатель. Все проходит в рамках закона, никаких замечаний, буквально не к чем подраться. Даже цветы стоят. Вообще доброжелательные. Люди приходят, улыбаются, довольные. Ну, правда, пока немногочисленная явка, потому что первые дни. Впрочем, избирательная комиссия позволяет себе небольшую агитацию за здоровый образ жизни. Поскольку этот избирательный участок находится в помещении спорткомплекса предприятия «Мозырь-Соль», то каждый проголосовавший получает неожиданный бонус – вот такую упаковку соли, лечебно-профилактической. Как заверяет избирательная комиссия, раздача подарков на этом участке продолжится в день выборов. Бюллетеней и соли хватит на всех. Валентин Бойко, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь». Спасибо.